В Югре может появиться сеть пунктов приемов дикоросов. Проект обсудили в Нижневартовске на рабочей встрече предпринимателей с профильными департаментами и региональными центрами поддержки бизнеса. По мнению авторов, инициатива поможет не только загрузить цех по переработке дикоросов и развить сеть заготовительно-приемных торговых пунктов, но и даст возможность заработка жителям сельских поселений. Кроме того, проект выведет из тени стихийный рынок сбыта ягод, орехов и грибов. Планируется, что на строительство таких центров приема дикоросов предприниматели смогут получить грант или субсидию от департамента промышленности. Китай поможет развить югорский бизнес. Делегация Югры приняла участие в китайско-российской торгово-экономической ярмарке в Чуньцине. Свою продукцию представили около 200 компаний. Товаром из нашего округа был посвящен отдельный стенд, организованный при поддержке правительства Югры и фонда «Мой бизнес». По итогам мероприятия удалось заключить много значимых для округа соглашений. Китайские компании по производству беспилотных летательных аппаратов заинтересовались системами безопасности ООО «Сирин» из Югорска. Чтобы их внедрить на китайские производства, югорчане посетят заводы Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Гонконге. Что касается агропромышленного комплекса, потенциальные китайские партнеры получили образцы полярной крошки ООО «Полярный кварц» и готовы покупать до 200 тысяч тонн кварцевой крупки в год. На переговорах с другой компанией из КНР «Полярный кварц» договорился создать на территории Югры совместное предприятие. Также прошли не менее продуктивные переговоры с представителями китайских органов власти. С мэром Чуньцина Хуэнхуао договорились составить дорожную карту по сотрудничеству китайского города и Югры. Более того, китайские коллеги посетят международный IT-форум в Ханты-Мансийске уже в июне этого года. Югорские кибербезопасники сразятся за звание лучшего IT-защитника России. Отборочный этап Югра СТФ 2024 приглашает юных IT-шников, школьников с 8 по 11 классы попробовать свои силы в нахождении использования уязвимых звеньев компьютерных систем. Отбор пройдет 10-11 февраля в формате 36-часового онлайн-турнира. Лучшие по итогам отбора смогут принять участие в финале школьной олимпиады. Он запланирован на 30 марта и пройдет на региональных площадках по всей России. Также в этом сезоне впервые с 2019 года организаторы соберут лучших киберзащитников в Ханты-Мансийске на очное соревнование Югра СТФ на площадке 15-го международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС. В Алиабьевском планируют обновить спортивный зал. Он находится в здании местного культурно-спортивного комплекса «Авангард». Год назад его реконструировали. Здесь заменили все инженерные сети, обновили зрительные залы и кабинеты. А вот спортивная часть комплекса осталась без внимания. Зал, в котором ежедневно проходят занятия по футболу, волейболу и баскетболу, сегодня находятся не в лучшем состоянии. Больше всего спортсмены недовольны паркетом. Между досками образовались значительные щели, а еще он скрипит и буквально играет под ногами. Считают, что с таким покрытием добиваться серьезных результатов затруднительно. Решить вопрос решили с помощью конкурса инициативного бюджетирования. Алиабьевцы идею поддержали. Теперь проект ждет рассмотрения конкурсной комиссии и участия в онлайн-голосовании. Покрытие мне не нравится, потому что при тренировках у меня создаются помехи для мяча. То есть пол неровный, мяч улетает не туда. То есть не так удобно тренироваться. Я считаю, что пол нужно поменять. Инициативный проект на сегодняшний день актуален, потому что покрытие уже требует замены давно. Его сделали уже лет 20 назад и со временем оно износилось. Оно в первую очередь будет травмобезопасно, комфортно будет нашим спортсменам проводить занятия. Югорчан приглашают на охоту. Только ружье не понадобится. Достаточно будет смартфона или камеры. Природнадзор Югры запустил акцию «Экологическая фотоохота». Для участия нужно лишь снять короткий видеоролик до 20 секунд или сделать снимок. Тема – помощь дикой флоуре и фауне. Работу нужно выложить на своей странице во Вконтакте с хэштегом «Экологическая фотоохота» и подписаться на группу «Природнадзора». Акция призвана популяризировать добрые дела и сформировать экологическую культуру у жителей округа. Присоединиться к фотоохоте можно до 10 февраля. Ограничений по возрасту и количеству работ нет.